позаботиться о них. Сперва я прошу Шидар Махараджа рассказать Хари Кадхо об этом месте. Стоит Бхаттайо Намо Намо Адад-данам-стринам-дан-трийридам-чачепу-на-пу-на. Сримад Рупа Падам-хо-джа-дули-сиам-janма-janmani. Срим Кришна-чайтанна-праву-нитянанду. Срият Вайдагададхар-шри-васаде-гавру-бхата-бринда. Срива-чур. Срабудхарадо хаат во ле поле 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 поле. Все вместе. По милостейшей Гуру Ваишнава, по их руководству мы пришли в это место, Теракадамба. Когда Гурадав совершал Парикраму, Гурадав созывал всех и каждого присоединиться на Парикраму. И он говорил, по милостейшей Гуру Ваишнава, мы пришли в это место. Какова же причина, что Шила Гурадав созывал на Парикраму всех и каждого, поскольку его духовный облик Романе Манжаре. Итак, здесь Шила Гуру Парикраме Он писал здесь свои гранхи, он писал шлоки здесь, в этом месте. Это могущество Шилы Рупы Госвами даровать всем высшее цель, высшее положение. Поэтому наш возлюбленный Шилы Городов созывал всех приехать в это место, поскольку мы все Рупануга, последователи Рупы Госвами. И наши глаза наполняются слезами, слушая это изречение Рупа Нуга Ваишнавы. Каково же это глубинное значение, Рупа Нуги, как поется в этом баджане? Шилы Бхаттинута Кур поет, по милости Рупы Госвами. Мы можем достигнуть служения Божественной Чте ради Кришны. Только по милости Рупы Госвами мы можем обрести это. Войти служение Божественной Чте. Здесь также народам Дастакур молится. Здесь народам Дастакур молится. Когда же я обрету жадное желание следовать по лотосным стопам Ши Рупы и Рагу Натхи. Тогда я смогу обрести служение Божественной Чте ради Кришны. Кришна Даска Вираджа Госвами также молится в этих стихах. Он молится следовать Рупе и Рагу Натхи. В чем же причина этому? Тот, кто принимает их руководство, прибежище у их лотосных стоп, они непременно войдут в служение Никунжи Божественной Чте ради Кришны. Как говорится, в этой пранамо-мантре Махапрабу, все читания Махапрабу снизошел в этот мир, чтобы раздавать возвышенную любовь Сваба Акти Шрия. Это истинная любовь. Было передано Шичитане Махапрабу Рупой Госвами. Тот распространил это послание по всему миру. Он раскрыл сердце Шичитане Махапрабу во всей полноте. Вот почему все следуют за Шилой Рупой Госвами Падом. В Праяге Махапрабу. Там в Раджапрема Махапрабу. Там в Раджапрема Махапрабу. Гурадев приходил в это место. Так в Праяге Шичитане Махапрабу передал свою премию Шиле Рупи Госвами Паду. Это когда Гурадев приходил в это место. Он объяснял глубинное значение этого Киртана Янка Ле Рупа Шарира Надхарута. Так в Праяге всю свою любовь, которую он обладал, он передал Шиле Рупи Госвами Паду. Рупа Госвами очень близок и дорог Шичитане Махапрабу. Поэтому Шичитане Махапрабу передал ему всю свою любовь. В особенности Маха Нидхи Кунта Рика. Эта сокровищница была скрыта. И у нее есть две двери, вход в этой сокровищнице. И что он сделал? Он написал две гранты, эти две двери, Бактира Самрита Синду, поскольку эта гранта наполнена Бактира Синду. И вторая дверь, это Уджвалу Неламане. И Шиле Рупа Госвами Паду. Говорю, не уходите в другие сампрадайи, следуйте этой сампрадайи. И только те, кто Рупа Нуга, Вашнава, они могут читать эти произведения. Поэтому по этой причине он написал эти две гранты. И он развеял флаг Шри Гаудя Вашнавов. Никто не мог сделать до него этого. Если мы не получаем общение Рупа Нуга Вашнавов, мы не сможем войти в игры. Божественные четыре, Рады Кришны служить им. Илапа Кусуманджали Шилараганадос Госвами молится. Почему мы зовемся Рупа Нуга Вашнавами? Брама Шанкара. Все говорят. Лалита, Вишако. Они входят в Кунжу Божественные Четы. Они входят в Невритни Кунжу, там, где встречается Божественная Чета. И так на Манжаре входят более сокровенные Кунжи. И так Бобусловленная Джива может понять, как войти в царство Бхакти, обрести Бхаву, совершая Саддана Баджан. Шилараганадос Госвами все описал в своих грандхах. Шилагарудев по этой причине созывал всех в это место. Тера Кадам в это место. Почему оно называется Тера? Означает звать. Кришна приходит пасти коров в это место. Кришна пасет очень много коров. И он собирается на дерево Тера и начинает взывать всех коров по именам. И он, слушая свое имя, коровы сбегаются к нему. Иногда коровы не подходят, испытывая некий Ман. Вот так он с Шиямали называет их по именам разных. И он также использует мантру Клин. И также гопи слышат свои имена. И они так... Поэтому это место называется Тера Кадамба. Кришна начинает пасти коров из этого места. Сначала он пасет телят, когда телята подрастают. И тем Кришна и Баларам. И сегодня эта лила случилась здесь, в Этититхе. Это отсюда он отправляется в Нандагавон, в Явы. Там в Явы те Джатила и Кутила. Услышала просьбу еще до мая. Пожалуйста, пошли, Радхарани, готови для Кришны. И так, в Шимати Радхарани, что она делает? Радхарани идет из Явата в Нандагавон, готовя для Кришны через это место. Здесь, чтобы получить его даршана, она роняет свое жерелье, жемчужное жерелье. И поднимаясь, чтобы поднять его, таким образом она смотрит на Кришну, чтобы получить его даршан. Тогда Кришна берет коровьевыми и пускает струю молока прямо в лицо Шимати Радхарани. Здесь Гопи приходят в это место, чтобы получить даршан Кришны. Здесь, неподалеку, на Павана Сароваре, Санатан Гасвами также совершает баджан. И он приходит к Шиле Рупи Гасвами, иногда Шиларупа Гасвами отправляется к нему, на Павана Саровару. Однажды оба брата собрались, чтобы совершать Хари Чарджа, то есть рассказывать Хари Кадху, обсуждать ее, Махарач цитирует. Кришна всегда расстает, говорит, что делают его преданные. Его преданность совершает Хари Чарджа. Итак, когда Рупа Гасвами и Санатан Гасвами обсуждали Хари Кадху, Рупа Гасвами подумал, «О, Санатан Гасвами спустя долгое время пришел ко мне, и Рупа Гасвами подумал, «Санатан Гасвами любит хир, вот бы мне приготовить хир для него». Здесь был глухой лес в те времена, но он думал, как же мне угостить его, у меня нет ничего. Махарач цитирует. Кришна говорит, что совершает Бхажан мне, все необходимое я несу на своих плечах к его двери. Радхарани, она Враджа Деви Враджа, она очень милосердная, великодушная, более милосливая. Она подобна матери, которая заботится о своих детях. Радхарани приняла облик маленькой девочки, и она пришла и сказала, «Баба, Баба», и вот смотрите, Баба к нам идет и несет хир. И так она принесла рис, молоко, сахар. И вот Радхарани принесла Кир, соната для Рупы и соната Нагасвами. Она принесла ингредиенты, приготовила его. В тот момент оба брата были заняты Хари Катхой. И Радхарани в образе маленькой девочки сказали, «Баба, Баба, вы так заняты». И хорошо, я приготовила сама рис, но мне нужно уходить. Если я вернусь поздно, моя мама будет ругать меня. Пожалуйста, предложите этот рис и вкусите его. И так Махарадж здесь каждый год готовит покор для нас и распространяет сладкий рис. И так Сонат Нагасв... И так Радхарани сама сделала этот хир для них. И когда Рупы и с вами вкусили этот хир, они предполнились, а что сатвик Абхавы? Когда Сонат Нагасвами испытал все симптомы, что сатвик Абхавы, глаза наполнились его слезами, он сказал, «О, Рупа, я долго не приходил к тебе, и у тебя было, наверное, какое-то желание». Рупа Госвами сказал, «Да, я думал, ты долго не приходил, и я бы хотел угостить тебя хиром». И тогда эта малышка, которая пришла, это была сама Шиматя Радхарани. Этот хир был такой вкусный, такой нектарный. Это очень возвышенное место в Бхаджану Стрхали, Рупа Госвами. И в этом месте мы приходим под руководством Ши, Гуру и Вайшна. Мы молимся их лотосным стопам, чтобы они пролили на нас беспричинную милость, хотя бы каплю милости они пролили на нас.